Доброе утро, друзья! Ну что же, как я и обещала, в рубрике «Званый гость» сегодня мы будем говорить о правилах этикета за столом, а говорить мы будем с преподавателем этикета Светлана Бодня. Доброе утро! Доброе утро! Итак, Светлана, стол засервирован. Ну, как бы так это громко сказано, но, по крайней мере, для начала будет понимание. Давайте мы начнем так вот сначала. Вообще, откуда появились эти правила и зачем их нужно соблюдать? Ну, вообще, любые правила всегда придумываются для того, чтобы человеку было удобно. Этикет — это тоже от слова «удобно». Тот, кто им владеет, тот свободен в принятии пищи, так скажем. Он знает, как это делается, как что правильно есть, чем, когда что взять, где что использовать. То есть все для удобства. Так. И вот у нас сейчас лежит салфетка. Начнем с самого простого. Мы приходим в ресторан, у нас есть бумажные салфетки, а есть тканевые, да? С чего мы начнем? Пришли, сели за стол. Здесь, конечно, все так максимально просто. Ну, давайте о простом пока. В этикете в принципе все максимально просто, если ты знаешь это. Так, ничего страшного нет. Да, ничего страшного нет. Салфетки бояться не нужно, с ней нужно уметь обращаться и с ней нужно подружиться. В первую очередь, конечно, салфетка служит нам для того, чтобы предохранить нашу одежду от лишних крошек, капель, если они возможны. Вот, поэтому мы ее используем всегда. Желательно ее использовать всегда. Когда мы видим ее на столе, мы обязательно ее снимаем с тарелки. Ну, она может быть засервирована на тарелке, может быть рядом, может быть и в бокале. Да, то есть здесь уже фантазия того, кто сервировал этот стол. Вот салфетку мы всегда кладем на колени. Мы ее снимаем и кладем на колени. Так. Есть несколько принципов, как правильно использовать салфетку. То есть когда мы салфетку вот таким образом складываем пополам, мы ее ребром кладем к себе и стелим на колени. То есть это у нас будет завтрак и обед. Когда же мы присутствуем на ужине, то мы салфетку сворачиваем вот таким вот образом, то есть чуть-чуть загибаем кончик и точно так же мы стелим к себе на колени. Вот этот кончик нам нужен для того, чтобы в процессе трапезы мы могли аккуратненько подвернуть и там что-то, допустим, промокнуть. Губы перед тем, как попить из бокала и так далее. Салфетка у нас всегда находится на коленях. Так. Вот таких движений мы не делаем. Так. То есть мультик из Винни-Пуха, да, мы забываем. Вот мы этого ничего не делаем и детям мы тоже ничего никуда не подвязываем. Так. Вот то есть салфетка только на коленях. Не превращаем их в слюнявчики, да? Да, это не слюнявчик ни в коем случае и носовой платок тоже это не салфетка. Так, еще раз закрепим. Вот это вот ребром к себе завтрак, обед. И обед, да. А вот таким образом, когда мы сворачиваем, это у нас будет ужин. То есть это любое торжественное мероприятие. Торжественное мероприятие может у нас быть и за завтраком, в принципе, и за обедом. Поэтому если это торжество, то вот таким вот образом. Все. Это, ну, самое простое. Так, хорошо. Добрались со салфеткой? Да, с салфеткой вот. Дальше у нас на столе приборы. Вот давай по сервировке немножко. Что же здесь есть правило, да? Когда мы кладем вилку слева, когда нож справа? Всегда кладем вилку слева, а нож справа. То есть даже если у нас ничего резать не придется? Если у нас... Это вообще классическая стандартная сервировка, она у нас присутствует везде. То есть накрывается стол, кладется таким образом, приборы кладутся, и они находятся на столе постоянно. Если мы что-то, например, дозаказываем, то нам приносят дополнительные приборы. Если же эта сервировка идет уже заранее запланированно, то есть мы знаем, что будет в меню, мы сервируем приборы, соответственно, под блюда, которые будут. То есть если мы знаем, что будет суп или бульон, мы принесем ложку, да? Так, с какой стороны? Положим ее справа обязательно. Ложку мы всегда берем только правой рукой. То есть если вилку, например, мы можем в некоторых случаях поменять в правую руку, как это делают, например, американцы, да? Это называется американский или континентальный стиль, когда они используют вилку. Европейцы, я просто покажу сразу, европейцы, когда, например, едят, они сразу берут приборы и больше их не меняют. Вот, да, то есть вот мы разрезали мясо, покушали, там положили приборы, потанцевали, там что-то пообщались и так далее. Американцы могут разрезать, убрать нож, то есть вообще его могут даже унести, либо просто он остается, вот, допустим, на краю тарелки, и они перекладывают вилку и продолжают есть только вилкой. Мы все немножко американцы. Да, мы все немножко американцы, поэтому европейский и американский стиль, они отличаются. Так. Вот. Но так как я преподаю этикет, я преподаю все-таки европейский стиль. То есть если вы взяли приборы в руки, все, вы вот никуда их не меняете уже, то есть так и продолжаете есть. Вот вопрос возникает. Вот принесли здесь отбивная и пюрешечка. Отбивную мы все порезали. Каким образом мы пюрешечку должны кушать? Вот сначала скажу про порезали отбивную. Да. Никогда цельный кусок мяса мы не режем сразу. Так. То есть мы отрезали, съели, отрезали, съели. Да. Пюрешку мы точно так же едим вилкой. Ну, вот ее переворачиваешь, получается, вот таким вот образом. Да, то есть манипуляция такая, то есть вот она у вас крутится в руке. Просто надо это набить руку. Ну, соответственно, это мы и левой рукой, и можем помогать ножом. То есть пюрешку там как-то себе ее, ну, много стараемся не брать, потому что, во-первых, когда вы можете нести, она может у вас упасть, да. Вот таким вот образом. Да, то есть вот таким образом. Так, хорошо. Понятно, разобрались. Давай теперь мы усложним задачу. Если принесли рыбу... Должны принести рыбные приборы. Так, что это за рыбные приборы? Рыбный прибор – это рыбная вилка и рыбный нож. Можете погуглить, как они выглядят. То есть это вот совершенно не вот эти приборы, это совершенно не похожие на них. То есть вилочка там с укороченными зубцами. Вот их может быть три, может быть четыре. Это все в зависимости от производителя. А нож, он вот выглядит, ну, я всегда детям своим говорю, что напоминает лопаточку для торта, знаете, когда... Да, мы покажем сейчас чуть попозже. Да, вот такая вот вилочка, она служит не для разрезания рыбы, а для отделения филе от кости. Итак, друзья, всем доброе утро. Мы готовы к приему пищи. И сегодня у нас в гостях преподаватель этикета Светлана Бодни. И мы вот только что говорили про рыбку. Рыбка сейчас все больше и больше входит в наш дом. Да, если раньше как-то это было нечастым явлением, то сейчас в ресторанах мы часто рыбу встречаем на столе. И вот давайте продемонстрируем, чтобы всем было понятно. Вот прокомментирую. Вот, пожалуйста, смотри, Светлана. Это у нас вилочка. Это рыбные приборы, все верно. Это рыбная вилка и рыбный нож. Это одна из вариаций, скажем так. Потому что их может быть много и немножко может быть иная форма. Но вот сам принцип, как лопаточка и укороченная вилочка, это да, действительно верно. Это вот такие приборы, они служат для рыбы. Тоже мы держим вилочку влево и ножичек вправо. Да. И получается, счищаем, не режем. Да, мы проводим вот таким. То есть, допустим, если у нас есть рыбка, мы ее не режем ни в коем случае. А мы просто накалываем и отделяем мяско. А затем уже его на вилочку набираем с помощью ножа, опять же, и употребляем. Так, хорошо. Светлана, скажи, пожалуйста, какие чаще всего, наверное, вопросы и сложности возникают при приеме пищи? Ну, чаще всего, даже на занятиях, и дети, и взрослые задают вопросы о том, как правильно есть то или иное блюдо, например. То есть, не знают, чем и как. И всегда удивляются, когда я говорю, что яичницу глазунью мы едим ложкой. Ох, даже я проходила у тебя занятия, но этого не помню. Так, давайте поподробнее. Да, то есть, такое интересное событие теперь в нашей жизни. Мы узнали, что можно есть яичницу ложкой. Ну, это, естественно, ложка не обычная наша столовая, да, большая, а это десертная. Да, можно взять десертную. Ну, коль нет десертной, можно взять и обычную, и тренироваться на ней, да, как тренируетесь на кошках, а мы будем тренироваться на ложках. Так. То есть, для чего нам нужна ложка? Я уже догадываюсь. Да, чтобы съесть желток. Да. То есть, если яичница глазуния приготовлена верно, то он, соответственно, будет жидкий. Да. Вот, но сейчас телезрители, наверное, скажут, так, а где же хлебушек, где же вот это все самое вкусное? Я первое спрашиваю. Да. Вот, конечно, если мы в изысканном обществе, мы не можем себе позволить ни в коем случае вот так делать хлебушком. Поэтому мы берем ложечку, съедаем аккуратно серединку, затем ложку убираем. А если не зацепляется ложечкой? Помогаем ножиком, либо вилочкой. Так. Для того нам нужны дополнительные приборы, чтобы мы могли беспрепятственно все это употребить. Поэтому ложкой все съедаем, а затем уже берем вилку и нож и продолжаем доедать все остальное. Иногда мне кажется, я теперь понимаю, почему люди, где много изысков, просто не едят. Они сидят... Это, да, советы для худеющих. Займитесь этикетом, и вы очень быстро похудеете. Да, 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 да. Так, хорошо, вот есть еще любимое многими итальянское блюдо паста. Как с этим быть? Спагетти, как у нас называют. Да, пасту вообще истинные итальянцы и в Италии ее едят просто с помощью вилки. Я думала, сейчас скажешь руками. Хотелось бы, хотелось бы, наверное, многим, но нет. Нет, все-таки мы используем вилку, мы точно так же, как нас учили, накручиваем. Но если паста, например, подается с соусом, и он там есть, и его там много, мы можем использовать дополнительно ложку. Но ложка у нас используется не для того, чтобы этот соус есть, а для того, чтобы брать, допустим, вы на вилочку это все завернули, все эти макароны, спагетти. И ложкой мы помогаем донести, скажем так, до рта, чтобы это все не капало, а капало именно в ложку. Вот и все. А еще, если вы будете вот так делать, то вам итальянцы поаплодируют, потому что они будут знать, что да, вам действительно вкусно, и у них блюдо это удалось. Это итальянцы. Да, это итальянцы. Но если вы так сделаете в изысканном обществе, конечно, на вас косо посмотрят, скажем так. Хорошо. Давай еще немножко с бокалами разберемся. Обычно, когда мы приходим в ресторан, как минимум два бокала фужер стоят на столе. А вот что здесь у нас как происходит, как с ними обращаться, в чем разница фужер и стакан? Ну, разница-то понятна, а вот как правильно где браться, держать? У нас есть несколько видов, это все называется барное стекло. Так. Все, что у нас на ножке, мы берем только за ножку. Да, то есть не вот так вот, а вот так. Бокал берем только за ножку, желательно тремя пальчиками. Ну, и вот таким образом мы не берем никогда, потому что вот так и вот таким образом держат только сомелье. Ух ты. Потому что они вам показывают, предлагают, и вот только они имеют право держать бокал вот таким образом. То есть все мы, остальные люди, держим бокал вот таким образом. Это я запомнила. Да, если у бокала есть ножка, мы держим за ножку. Даже если это рюмка, и она на ножке, мы точно так же держим за ножку. А если там рюмка, ножка короткая? Все равно держим только за ножку, потому что она же там есть, да, какая бы она ни была, она там есть. Поэтому мы держим обязательно только за ножку. И главное нужно помнить, что прежде чем отпить из бокала, мы сначала должны промокнуть губы. А, это было понятно. То есть мы промокнули губы, и затем уже мы берем и пьем. Это касается любых напитков. Вода, сок, шампанское, салфеткой. Почему так надо делать? Чтобы не оставлять следы от еды на бокале. Ага. Так, то есть на салфетке то, что это ничего страшного, для этого она и нужна, да? Да, конечно, нам салфетка для этого и нужна. Она наша помощница. Хорошо, еще какие есть рекомендации по поводу фужеров, бокалов? Вообще не сервируют больше трех бокалов на столе, потому что не подают в классическом, да, скажем так, этикете, в классическом приеме пищи больше трех напитков. Вот. Но есть полная сервировка банкетная, там может быть и до пяти бокалов. То есть они ставятся в шахматном порядке, вот таким образом. То есть не как вот мы, да, обычно расставляем все вот так возле тарелки, а они ставятся по диагонали, то есть вот таким вот образом. Вот. И для каких это напитков? Все, что подается в меню вам предложено, например, это будет на аперитив обычно подают шампанское, то есть бокал для шампанского будет. А бокал для красного вина, если, допустим, это мясо красное. Бокал для белого, если белое мясо, либо рыба. Но сейчас уже хочу сказать, что вот эти все правила, они немножечко утрачиваются. И в связи с тем, что у людей меняются очень вкусы, предпочтения, и кто-то любит, например, белое вино с сыром, а кто-то любит, не знаю, с шашлыком, например. То есть вот от этих предпочтений и пляшем, как говорится. Поэтому здесь уже официант, когда обслуживает стол, он должен спросить все-таки, какой напиток вы желаете, и в связи с этим уже наливается. И еще вопрос. Сейчас, когда приходишь в ресторан, минимум две тарелочки стоят, да? Вот здесь тоже люди иногда начинают теряться, что здесь нужно делать. Давайте вот тут тоже секреты раскроем. Ну, вообще, если стоит две тарелки, мы должны знать, что нижняя тарелка – это подставка. То есть это подтарельник или подстановочная тарелка называется. То есть мы с нее не едим. Нам обычно на эту тарелку приносят все наши блюда. Но это стандартная классическая сервировка. Ну, вот чаще всего большая тарелка и потом средняя. То есть многие как делают? Среднюю положили салатик, поели, потом эту тарелку убрали, а в ту уже горячая начинает складываться. Ну, конечно, это неверно. То есть, по идее, если ты поел салат, в эту же тарелку ты потом и стороной кладешь. Но обычно вам приносят новое блюдо в новом приборе, в новой тарелке. Ну, если это не порционная, а общая. Да, а если общая, то вы можете, если вам не принесли другую тарелку, вы можете есть, продолжать на этой тарелке. Ну, то есть на нижней тарелке мы не едим? Нет. Ее ставят с целью? Просто она как подставка, чтобы, допустим, предотвратить какие-то неприятности со столом или со скатертью. Обычно это в целях безопасности, чтобы на столе не гремела посуда и так далее. Еще также можно сказать про скатерть, что существуют специальные виды скатерти, которые стелятся на банкеты. Они называются мулетоны, чтобы посуда не звенела. То есть, когда сервируется, чтобы не было лишних звуков. Поэтому тарелка, в принципе, еще на нее бывает салфетку кладут тоже. Это тоже как один из вариантов. Так, ну что же, давайте посмотрим, Светлана, еще какие-то есть рекомендации? Такие самые основные, которые нам пригодятся в повседневной жизни. Ну, вообще, самое главное, да, правило этикета – это быть как можно тише за столом. Вести себя тихо, да, там, не чавкать. Ну, что еще обычно люди делают за столом? Громко разговаривают, например, да? Ох, вот это прям боль, когда люди громко разговаривают. Да, или зубочистками ковыряются в зубах. Нужно знать, что зубочистки у нас на стол вообще в принципе не ставятся. Не ставятся, я это помню, Светлана. Я всем рассказываю, что они должны стоять… Да, в туалетной комнате. То есть, вы пришли и, как я все время смеюсь, говорю, доели там, чтобы вас никто не видел. Поэтому зубочистками мы ни в коем случае не пользуемся. Я заметила сейчас такую тенденцию, что люди вот так вот за столом стали делать. Ну, то есть… Все-таки уже что-то… Да, да, да. Ну, это такое прям небольшое количество людей. Вот тут сообщение пишет Олечка Янкова, наша Светочка. Так интересно, все рассказываешь, аж захотелось на занятия прийти. Она еще не была на занятиях? Ну, а же, по-моему, сама вместе. Снова, снова хочет. Юлечка, вы такие красивые, там на светской беседе, это вот здесь вот. А тут телезритель пишет. Доброе утро, Кустанай. Думал, что про этикет забыли. Как вы относитесь к рекламе, где предлагают глотать со страшным грохотом? Вы знаете, я не могу называть эти напитки, чтобы потом мне не настучали по одному месту. Ну, вот давайте, ответьте на вопрос, вот когда глотают прямо с таким вот голодным ощущением. Ну, может быть, для рекламы это и хорошо, чтобы напиток лучше продавался, да, чтобы все почувствовали, какой он вкусный и так далее. Но, конечно же, чем тише мы за столом себя ведем, тем лучше для правил, ну, в целях соблюдения, да, правил этикета. Поэтому мы, если тихо, значит, мы молодцы. Ну, что же, Светлана, дай, пожалуйста, еще какие-то рекомендации. Сейчас вот нас много смотрят детей, взрослых. Можешь, во-первых, передать приветы. Привет всем, кто меня знает. Да, и передать, вернее, еще какие-то, можешь дать рекомендации на будущее. Ну, вообще, я бы хотела обратиться к родителям все-таки. Так. Потому что очень часто родители приводят на занятия детей, вот, но хотелось бы все-таки видеть именно родителей на занятиях, потому что наши дети, они смотрят на нас и учатся прежде всего у нас, а не у какой-то посторонней тети, которая им два часа рассказывает, как правильно держать вилку или нож. Но тогда вместе хотя бы нужно приходить, да? Поэтому я и приглашаю, приходите вместе, приходите с семьями, потому что у нас, у меня был такой опыт, когда приходилась семья, и мы с ними полностью все разбирали, это довольно-таки интересно и детям, потому что они смотрят на родителей и понимают, что да, это правильно, хорошо, что и родители это тоже умеют. Потому что дети учатся у нас, и начинать нужно образование именно с себя. Вот, поэтому этикет это не что-то такое страшное и ужасное, да, скучное, просто нужно знать, как правильно к нему подойти. И если вы хотя бы один день в неделю, ну или две недели будете уделять именно этикету, то есть в воскресенье, да, устроить званный ужин в доме, засервировать красиво стол, салфетку, познакомить детей с салфеткой и так далее. И пригласить Светлану Бодину. Да, и пригласить меня. Я вам все расскажу, покажу и будет вам счастье, как говорится. Потому что сразу видно, когда человек делает это демонстративно за столом, то есть понятно, что он это не делает каждый день, и с этой салфеткой не знает, куда ее деть и что с ней сделать. Да, да, да. Элементарно. И точно так же с приборами. Поэтому, а когда это делается регулярно, то это, естественно, видно. Да. Как? Ну что ж, давайте мы будем все-таки учиться и не забывать про правила этикета, которые не зря придумали, и придумали, как я уже сегодня говорила с утра, во благо для нас, для нашего удобства и комфорта, да. Светлана, я хочу тебя поблагодарить за то, что ты сегодня пришла к нам, осветила, немножко просветила всех, да, и пусть это прям внедряется, возвращается, потому что это очень важно, как люди себя ведут за столом. Вот на самом деле, одно из таких у нас вот прям боли, как я сказала, это люди очень громко разговаривают. Вот когда ты приходишь, у меня просто даже мои подружки такие есть, я уже не знаю, как их отучить от этого. Я им прямым текстом говорю, но они не понимают. Ну, нужно сказать, кешьте мама рыбу, как в том известном, да, фильме или в анекдоте, уже не помню. Да. Ну, вообще разговаривать за столом, а в светской, это называется светская беседа, да, мы можем и должны разговаривать, но нужно знать во всем меру. Опять же, да, нужно учитывать, конечно, размеры аудитории, да, насколько громко можно говорить. Ну что, я благодарю, желаю тебе отличного, плодотворного дня. Всем, кто смотрит Светлану, мы передаем приветы. Пусть ваше утро будет поистине добрым, еще и полезным. Спасибо.